Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная разбука. Я вот только что показывала штрауха, говорила, что обычный вкус, сладкий с кислинкой. И сейчас сразу же хочу рассказать о другом томате. Вот вы видите, до чего разные у нас томаты. Этот штраух, ой, сейчас, подождите, отлеплю его. Я говорила, что он обычный, трехкамерный, ну такой самый простой. И это вот совсем другой, вот это алтайский оранжевый, вот этот томат он как ананас. Вы видите, что у него вид совсем другой. Это многокамерный, у которого вот эта часть, вся это желтое томатное мясо. Вообще он не желтый, а оранжевый. Тоже самый простой оранжево-плодный томат, но вы знаете, что оранжевые, они обычно более сладкие. И они такие, у них какой-то, когда они вот именно вызрют на кусты до конца, у них своеобразный такой вкус. Ну, можно сказать, какой-то медовый или какой-то, ну вот сластят они таким каким-то необычным вкусом. Вот алтайский оранжевый у меня, номер 93. Это наш томат сибирский. Очень хороший, очень вкусный. У меня всегда вызревает в открытом грунте, я даже в теплицу его не высаживаю. Вот сейчас я кушала вот эти мяски, нарезала дольками. Но ананас и ананас. Но не забываю добавлять. Очень многое зависит от количества солнечных дней. То есть лето было солнечное или дождливое. Если летом будут дождики, то, конечно, сладость в нем разбавляется, он не будет таким сладким. Но у нас второе лето уже такая жара, что у меня появилась возможность. Все хорошие качества томатов нынче я узнала. Короче, они показали вот в такую жару самые лучшие свои качества. Все они сладкие. Все они такие, незабываемый вкус. И вот алтайский оранжевый тоже не подкачал. Продолжение следует...